Наш специальный гость, вне конкурса, Гавриил Щербенко с мамой Анастасией и сестрой Ксенией. Здравствуйте, я Анастасия, это мой сын Гавриил, Гаврилушка, и он маленький пианист. Ни у меня, ни у моего мужа нет музыкального образования, но старшую дочь мы отдали в музыкальную школу. И потом, когда сыну было месяца примерно 4, мы уже видели, что он тянется к пианино, что он хочет, чтобы мы подошли поближе с ним, я его подносила, и он ручками там что-то шлепал. Потом он берет всеми пальчиками в двух руках, одной музыку ведет, другой какие-то аккорды еще берет, честно говоря. У меня мурашки, конечно, но я думала, это только мои материнские мурашки. Мне просто понравилось очень, как он играет. Я сама была удивлена этому. Говорят, что обычно дети тарабанят по клавишам, а он нет, он подбирает, он очень внимательно слушает звук. То есть он не сразу прикасается пальцами, он внутренне послушает, куда, и тогда нажмет. Выбирать, подбирать. Причем в жизни он обычный ребенок. Он хулиганит, он смеется, он бегает за кошкой, он на площадке с детьми задирается. Ну, в общем, ест песок и ничего такого. Мы бы, конечно, хотели услышать совет, нужно ли как-то развивать и можно ли в этом возрасте развивать музыкальные способности. Гаврилушки. И поэтому открыты для советов. Ого! Малюська! Ой, какая малюся! Да ладно! Смотри! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте, Гавриил! Вот, ну, я так понимаю, мы Гавриилу интересны значительно меньше, чем фортепиано. Да. И что, вот действительно, он родился прямо с тягой к клавиатуре? Тут сложно разделить, потому что моя старшая дочь, она играет на пианино, и мы с мужем замечали, что он еще в животе реагирует. А потом, когда он родился, то мы его подносили к клавиатуре, и он прикасался, потом стал сидеть на ручках у дочки, пока она занимается. Гавриилу, сейчас-то сколько? Полтора года. Полтора. Это поразительно, потому что даже родители Вольфганга Амадея Моцарта обнаружили его феноменальные способности все-таки в три года. Послушаем, маэстро, давайте его послушаем, он что-то играет. Давайте послушаем. Такие гармонии-то красивые складываются. Какая секвенция диатоническая, красивая, прям пошла. Ты мой золотой. Это как-то просто само собой у него происходит, либо вы с ним уже занимаетесь, показываете ему, что делать, либо это он интуитивно просто сам чувствует. Ну вот смотрите, хотелось бы тут советы получить, потому что мы с ним не занимаемся совсем, единственный его урок, это он сидит на коленках у сестры и смотрит, как она занимается. Это мы сейчас видим, вот он сам играет, а он сам просится играть? Просится, но сейчас он достает до клавиши, уже раньше он тянул нас. То есть ты приходишь домой, он сразу же тебя хватает и тянет. А это он поет? Нет, сестра ему поет. Это голос Ксении. Я бы вообще обалдел сейчас такой. Обычно мы с ним так и занимаемся, что он играет разные аккорды, ноты, а я ему их пропеваю. Ксения, а можно вас попросить что-нибудь вместе с Гавриилом сыграть? Да, можно. По черненьким пошли. Ага. Политональность называется, да, это у французов. Когда здесь по черненьким, то тут надо по белым, чтобы было. Красиво, а? Браво. Ксения и Гавриил. АПЛОДИСМЕНТЫ